Хорошее начало! Хорошее начало! Я ме деку дасай! Я ме деку дасай! Серьезное интервью говорили они? Нормально. Ненавидели меня за то, что я не Элизабет. Я никогда не могла представить, что косплей приведет вот к этому. Были люди, которые начали меня сталкерить. Они такие, о боже, все, мы там дрочим. Не считаю косплей искусством. Вот! Меня зовут Танаки и я косплеер по жизни, художник по призванию. Жила я себе, жила, делала косплей, никого не трогала. И вдруг вот однажды решила сделать шоу с косплеерами. Ну так почему бы и да? По этому поводу сейчас будет небольшое... Большое вступление, потому что я прям обязана рассказать о некоторых нюансах перед просмотром этого интервью. Для начала в чем суть всего проекта? Это видео интервью, но в первую очередь оно несет в себе развлекательный характер. Да, я знаю, что сейчас существует прям гора разных подкастов с разными людьми, но с косплеерами никто интервью не делал, либо в итоге получался какой-то, блин, кринж. Я хочу познакомить вас с разными косплеерами, чтобы вы узнавали о них что-то новое, интересное и главное адекватное, потому что я все еще уверена, что косплей и люди в нем это крайне интересно. Здесь не будет вопросов, сколько сантиметров у тебя жопа или сколько проектов ты не доделал в этом году. Хотя, может и будет. Сомнительно, но окей. Изначально это мой проект, но так как у меня нет большого опыта в интервью, я решила, что на первый раз позову выпуск не только гостя, но и второго соведущего, у которого опыта в этом деле куда больше. Из-за этого в самом выпуске я задаю не так много вопросов, полагаясь как раз на опыт соведущего. Набираюсь опыта в этом деле, так сказать, а что вы мне сделаете, я в другом городе. Ну, это первое, о чем я хотела обязательно сказать. Насчет второго нюанса. У нас было две камеры. Чтобы показывать всех в кадре, чтобы менять ракурс, чтобы зрителям, то есть вам, было не скучно. На съемках казалось, что все супер. Мы все сняли и разошлись по своим делам. Когда же мы встретились на монтаже, узнали, что вторая камера ушла на радугу. Отошла, блин, в лоно технаря Олега, я не знаю. В общем, все видеоматериалы с нее были навсегда утеряны. А как раз там находились все видео с ракурсом второго ведущего. Ну, что? Ну, это пи*** какой-то просто. В финальном видео, которое вы сейчас увидите, нам приходится выкручиваться как можем. Пару раз соведущий даже мелькает в кадре. Ну, и вы постоянно, конечно, будете слышать его голос. И все такие классные ведущие. Еще важно... Важно? Да. Еще важно упомянуть плавающий фокус в самом видео. Да, мы в курсе, что фокус гуляет туда-сюда. Но это мы сейчас в курсе, а не тогда. В общем, я знаю, что часто первый блин бывает комом. У нас даже и этот ком вышел с комочками. И этот выпуск настрадался вообще. Мы спасали его как могли, и он очень будет рад вашей поддержке. Что ж, все это просто опыт, который мы учтем в следующих выпусках. Я сама буду очень рада вашей реакции, вашим комментариям и даже, конечно, гневным. Но лучше все же поддерживающим, так как мы, ну, сами все понимаем. А теперь давайте запускать уже само видео. Ю-ху! Мисс Геймер. Лицо Биошок Инфилип. Вот это ты вспомнил. Амбассадор Mortal Kombat 11. Это все я. Победительница Близкона. Кто-то прочитал в описании в листе. Да? Там все это есть? Там все это есть. Между прочим, это Анна Молева. Лицо Биошока. Знаете такую франшизу? Ну, как это? Все должны знать. Должны. Ко мне на Твиче. Если не знаешь, вот прямо сейчас иди и погугли. Да. Возгугли и воздастся тебе. Я понимаю. Лицо Биошока. Лицо в шоке просто. Лицо в шоке в Биошоке. Мне на прошлый стрим пришел парень. Он говорит, Анна, вы кумир моего детства. Я пять лет назад прошел Биошок. Я такая, то есть тебе сейчас, наверное, лет шестнадцать. Лет шесть. Не знаю, ну где-то так. Я такая, я прям физически начала чувствовать, как с меня начинает песок, знаете, вот эта вот цифра такая. Кумир детства. Да. Как это звучит громко. Кумир детства. Представляете? Да. Ты сначала сделала косплей, фотосет вот этот известный на Биошоке, а потом они к тебе обратились? Или сначала они к тебе обратились и ты сделала? Сложная ситуация. Нет. Изначально, игра была только в разработке, были только скриншоты. И какие-то ранние ролики. Тебе уже персонаж понравился? Да. Я увидела персонажа, такая, она же похожа на меня. В смысле, она просто увидела себя. Такая, камон. Это отличный будет косплей, но он растянулся надолго и Элизабет ретерпевала, наверное, так сказать, много изменений. То есть к тому моменту, как я собралась ее уже делать, ее раза три уже сменили, ее модельку, мне пришлось еще немножко переделывать. И вот на ранние скриншоты я сделала косплей, его увидели и ко мне уже обратились. И потом дальше вот это вот все. Потому что я читала, что как раз, буквально, чуть ли не было внешности у персонажа, они увидели твой косплей и такие, о боже, все, мы там дрочим, я не могу, и обратились к тебе. И уже на фоне твоей внешности все это было взято, сделано, и поэтому прям видендарно с тех пор все и понеслось. Все донесло, там допиливались, то есть моделька менялась, и персонаж-концепт изначально был, то есть потом просто, ну учитывая, что мы изначально были с ней похожи, там изменения абсолютно небольшие. если посмотреть, но тем не менее. Да так и скажи, с меня все делали. Да-да-да, ты этого добиваешься. Ой, я прям помню, как я писала Алисе, девушка, с которой вот мы общались, что, говорю, ну это я, что тебе, получается, могу называться официальным лицом Биошока? Она такая, да, congratulations! Я такая, а-а-а! В общем, это было столько эмоций, мне было 20 с чем-то лет. У тебя тогда обрушилась просто гиперпопулярность вот тогда. Да-да. И чего это стоило, какие побочки? О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о! История полная! Потому что все-то знают только типа, о боже, она популярная, дрочамба и все такое, правильно? Для всех всегда поверхностная, а побочки уже… Да, побочки уже приходят. Не все знакомы с вами. Ну, помимо побочки, с которой сталкиваются у нас в Ру Камьюнте, мне кажется, каждый, что в какой-то момент тебя становится очень много в медиапространстве, и тебя начинают ненавидеть просто потому, что ты везде. Ну да. А это еще время, когда существовал двач? Ой, это отдельная, да, тема, конечно же. Погоди, погоди, доберемся. Да. Ну, это уже ты просто начинаешь ловить хейт просто потому, что твое лицо надоело людям в интернете. Опять она. Да, опять она. А потом, да, был такой сайт… Опять она? Опять она, двач. В общем, там долгое время существовал мой трэд, да, и там собирали все возможные информации про меня, в том числе там были люди, которые начали меня сталкерить. Там какой-то заводила, который призывал найти мой адрес, и кто-то его таки нашел. Чизис вообще. Да, и, соответственно, причем это было такое из разделов, вы знаете, в три часа ночи гулял по району, вот просто вот такому-то… Случайно обратил внимание на машину, в которой там лежало что-то, что-то, пробил эту машину по номеру… Случайно опять же. Посмотрел, где хватало… Просто ради интереса. Совершенно случайно. Начал пробивать случайно, а они сами эти… Поставил свою машину с авторегистратором напротив подъезда… Случайно. Поднялся подъезд, да, сфоткал дверь… Случайно. Вот. И появилась запись, где я выхожу из подъезда, сажусь в свою машину, уезжаю, то есть вот это вот все. Жесть. Причем они не понимали абсолютно, что они делают дичь, то есть присылали мне какие-то подарки, еще чего-то, меня трясло от этого ужасно. То есть… Ты в том числе говорила о том, что и… Ну, то есть не буквально, но практически типа звонили звонок уже. Был… Был… У них какой-то… Я не знаю, это тот ли заводил, который искал адрес, но он был совсем неадекватный, потому что он звонил моим друзьям. Ну, он пытался мой номер телефона найти, не нашел. Я общался с ним по телефону просто. Ты тоже с ним общался, да? С ним? Да, и он тебе звонил. То есть звонил… Я так понимаю, что это был один и тот же чувак, он звонил еще с разных номеров, конечно. Понятно, конечно. Понятно, что там… Конспирация. Конспирация. Сначала он пытался задавать какие-то вопросы. Типа, а вот правда там Анна Молева? Не знаю, там вот что-то, что-то. Я… Я, типа, говорю, как бы молодой человеку, собственно, кто, во-первых. И почему я должен отвечать вам на какие-то вопросы про Анну Молеву? С чего вдруг? Я представляю, уровень твоего фигения. Да-да-да. Потом мне звонили там, что-то тоже… Ну, короче, как-то ругались на тебя, что вот… Я понимал, что чувак просто реально не в адеквате. Он… Он писал порно-фанфики, где он меня на YouTube убивает. То есть это все вот такие вот вещи. И я совсем вот этим, со скринами… А полиция говорит, вот вас убьют, приходите. Мы ничего не можем сказать. Да-да-да. То есть… Ну, то есть эта цена, конечно… Вот та самая обратная сторона, о которой мало кто знает, на самом деле. Вот, да, именно. Много неадеквата. У меня был же там тоже какой-то парень, я уже не вспомню его фамилию, но он тоже писал, угрожал всякие вот такие вещи, делал абсолютно неадекватные. Его таки поставили на учет. То есть его взяли, он причем из Усть-Урекинска. Да, через связи, через… Ну, в общем, получилось, что его поставили на карандаш. И как раз пару лет назад была новость о том, что его поймали. Он планировал теракцию в школе. Ага. Ну, вот он планировал прийти и расстрелять. Он уже оружие подготовил. Офигеть! То есть я такая… Это он? Это тоже чувак? Нет, еще… Это другой. А, другой, другой. Ну, я имею в виду, да, тот же чувак, который к тебе тогда писал. Да, да, да. То есть вставляешь… Не знаю, внесла ли я свой вклад, но я буду думать о том, что из-за того, что за ним стали выглядать… По крайней мере. Да, его успели отловить. И он сейчас присел, и он сейчас сидит. То есть в интернете полно неадекватов, и, к сожалению… Ну, это логично, это понятно, да. Да, ну просто публичные люди, вот правильно вы говорите, что народ даже не представляет. Да, да. Мне кажется, вот, деньги из воздуха, еще чего-нибудь… Ну, типа популяриете, она там вся в масле катается, все хорошо у нее, по-любому, да. Меня довели до нервного срыва, что я выпилилась из интернета, из соцсети… Вот, я хотела сказать, что пару лет прям там гремело твое имя, и все-все, и вдруг так – пух! – у тебя не стало. Потому что это было уже невозможно, это дошло до уровня какой-то абсолютной безнадеги, мне никто не мог помочь, меня вот преследовало по нарастающему кому вот это вот все. Причем, чем больше ты как-то пытался это разрулить, тем больше это вызывало противодействие, соответственно, и каких-то других действий. Были и адекватные люди, сразу хочу сказать, что вот этот парень, который вычислил мой адрес, во-первых, он никому его не сказал, спасибо большое. Во-вторых, он мне написал письмо. Итак, адрес Андрея. Да, итак, внизу. По ссылочке в описании. И, в общем, некоторые люди с двача, они мне писали, и говорили, что вот я ваш фанат, ну вот так-то так-то, если вам неприятно вот это все, ну как бы извините, я не буду. Я честно им отвечала, что это какую-то вы дичь творите, извините, но я не могу считать это адекватным там фанатством, или что бы это ни было, ну как бы без уважения, без всего. Говорит, да, извините, и все, как бы активность прекращалась. А как в итоге вот ты какое-то время, год-два получать как бы в домике была? А потом как получилось, что ты снова не передумала делать косплей, у тебя не было желания? Нет, во-первых, подожди, интересно, как ты в принципе через это все прошла? Ну да, да. С трудом. Ну вот. Ну, как я уже сказала, что я выпилась из этих интернетов. Выпилась? Выпилась. Выпилилась из этих интернетов, и лучшая тактика, как и сейчас все говорят, что лучшая тактика с хейтерами – это игнорирование. То есть, как только ты вообще перестаешь что-либо делать, это работает. Мне помогли также друзья, которые все-таки через связи, через все, самых буйных, так сказать, пресекли. Нейтрализовали. Нейтрализовали, да. Хорошо. И, ну, это тоже добавило немножко уверенности. И, в принципе, это вот какая-то такая передышка, когда тебе наконец-то перестают вот эти бесконечные волны хейта, потому что в какой-то момент ты перестаешь замечать поддержку, которая идет тоже очень большим как бы потоком, но, тем не менее, люди почему-то, которые ненавидят в сети, они тебе сразу об этом скажут, в красках напишут. А люди, которые тебя поддерживают, они… Они только скажут уже после хейта, ну, ладно, мы там тебя понимаем, поддержим, это все. Да, и то, как бы они в душе чувствуют как бы, что, да, мне нравится, да. Всегда сложнее просто выразить позитивные чувства, и позитивные эмоции, чем негативные. Мне очень обидно, что у нас темная какая-то культура все еще. На Западе это тоже, конечно, есть и реддиты, есть и какие-то… Но это в гораздо меньшей степени, и там есть культура комплиментов. У нас тоже это начинает потихонечку зарождаться, но очень потихонечку. И, как правило, в больших городах, то есть в крупных. Ну да. И толерантность, и все подряд. Ну да. А когда мы куда-то углубляемся уже… В провинции. В провинции, там еще жизнь чем дальше, тем грустнее. Там боп-стоп все еще процветает. Да, да, да. Вот. Поэтому имеем, что имеем. В этой ситуации не выиграть. Можно только действительно… Ну, не от хорошей жизни, я так скажу. То есть человек, у которого все хорошо, который счастлив, у которого все хорошо в семье, он не будет приходить в интернете. Говори в интернете, это и ваш. И говорите, какие все вокруг говно. Ну да. Он не будет просто этим реально заниматься. Ему это не надо. Он напомнит хорошим. Вот. Поэтому… Ну вот как-то так. Все, к сожалению, от уровня жизни. Так. Давайте, чтобы завершить эту тему по поводу сталкинга, по поводу вот этих всех социальных активностей. Я понимаю, что это, во-первых, конечно, очень тяжело физически со всем этим сталкиваться, потому что тебе действительно приходится прекращать какие-то социальные деятельности, прятать там свои аккаунты. Во многом, мне кажется, очень много наступает самоцензуры. Ты начинаешь думать, блин, а я могу выложить сейчас там, типа, где я тушу с друзьями, там, мне классно, я вот пошла на каток. Да, да, да. Или я сейчас выложил, что я пошла на каток. А тут будет 35 рыл непонятных, которые как-то приедут. А у меня такое было. Ты так аккуратно избегаешь. Я очень осторожно, да, но ведь такое было. Ну, так и есть, да. Сейчас вот такая самоцензура у меня сто процентов есть, потому что если что-то... Это уже укоренило, значит. Да, ты подумаешь, не палит ли тебя что-либо вокруг твоего окружения. Или уже по факту, то есть не выкладываешь сразу, а выкладываешь вечером или на следующий день. Вчера были там-то. Да, были там-то. А сейчас такое происходит? Вот как тогда такая волна? Сейчас все более спокойно? Сейчас все успокоено, еще такие моли вы кто-то. Сейчас и вот вы правильно сказали, что культура все-таки появляется потихонечку. Да. Культура уважения личного пространства, она постепенно растет в нашей стране в том числе. И это круто. Абсолютно. Еще знаешь, что есть важный момент? Локальная комьюнити, которую ты вокруг себя создаешь. Потому что, например, мой контент, он не предполагает какого-то супер неадеквата. То есть я сейчас не на том пике, как Элизабет, когда все об этом говорили. По сути, твой комьюнити был огромным. В том числе, которым было не особо интересно, что ты делаешь. А интересна была именно Элизабет. Потому что там же у меня были люди, целая огромная группа, которые ненавидели меня за то, что я не Элизабет. Да. То есть ты обречена была быть персонажем в их глазах исключительно один и все. И любое отступление от канона, это вызывало дикий хейт. Просто они ненавидели любое мое действие, любое мое высказывание. Просто потому, что они были влюблены в этого цифрового персонажа. Некоторые до сих пор мне пишут, прошло уже сколько лет, Ваш косплей Элизабет был самым лучшим в вашей карьере. В твоей жизни! Да, да. Ради этого ты родилась только. Да, именно. То есть я просто хотела сказать, что вот сейчас, да, Элизабет перебила, вокруг меня собрано очень хорошее комьюнити адекватных, очень творческих, приятных людей. Ну, мне было очень интересно, опять же, твое увлечение психологией, твое образование... Влечение! Я МГУ закончила! Увлечение! Ну, я же сказал, образование. Подожди, то есть, ну, сначала же было увлечение, наверняка. То есть тебя это заинтересовало так, что ты решила учиться. Это же твое второе высшее. Это второе высшее. Второе высшее. Я бы не сказала, что это было прям... Ну, знаешь, до этого я несколько лет изучала психологию, там какие-то приемы. Конечно, я что-то смотрела, посмотрела, потому что это из раздела рефлексий. То есть тебе все равно интересно, что с тобой происходит, по каким законам живет наш мозг. И, возможно, у меня оставался какой-то незакрытый гештальт в плане, я же не медик, я ветеринарный врач. И именно все, что связано с человеком, нас обходит. А как человек медицинского склада ума, мне интересно, в принципе, как это работает. И в том числе психика – это неотъемлемая часть организма. Поэтому это вот то невосполненное звено, которое я постаралась заполнить вторым образованием. Наверное, это скорее было так. То есть ты решила закрыть как бы все вот это пространство, чтобы понимать человека во всей его полноте. Я бы даже не сказала именно что человека, а именно как биологическое существо. Знаешь, то есть как работает, в принципе, если переводить, мы уже затронули немножко тему моей семьи, которые инженеры, если они увлекаются механизмами, я увлекаюсь биомеханизмами. То есть именно как работает организм. Поэтому вот эта тема мне интересна. Ой, смотри. Перейдем к собакам, да? Перейдем к собакам. Потому что Роза, кстати, не просто, не только лишь пес, но и 3-4 килограмма. Вот как вот эта улыбка, кстати. Раз мы заговорили как раз о психологии. Собака это не просто в данном случае друг человека, но еще и практически рабочий инструмент. Собакотерапевт, да. Собакотерапевт. Обязательно расскажи об этом, потому что это безумно интересно. Да, ну, как вам уже известно, я закончила психфак МГУ по направленности аутистический спектр. И, соответственно, я объединила два своих образования и работаю в направлении канистерапии. То есть это терапия посредством собак. Песикотерапия. Песикотерапия, да, это примерно так и называется. Песотерапия. Вот. Поэтому Роза полноценный член нашего терапевтического коллектива. Вот, все, пошел, пошел делать свое дело. Все, пошла любовь, пошла терапия. Вот она, вот, терапия начинается. Пошла пёса, пошла терапия. Спасибо. Благодарю вас. Благодарю вас. Сколько с меня пять тысяч? Что с пять тысяч? Рассчитайтесь, пожалуйста. Что с пять тысяч? Как это работает? Вот, ну, вот как это работает? Да, я только что хотела спросить. Я прихожу к ней и говорю, ну, слушай, у меня столько накопилось сегодня. Мне надо так тебя вообще поделиться, рассказать. Да, да, ты меня по нему куда? Никогда. А, она оставила самую интересную часть, поэтому этого достаточно. Делай свое дело. Ей не нужны твои проблемы, ей нужно, чтобы чесали попу. Ну, как терапия происходит? А если мы говорим про обычную терапию, то есть клиентоориентированную, ну, не специфическую, я-то занимаюсь с детьми с рас, с аутизмом, то примерно так вот и происходит, как ты показала. То есть это скорее такое общение, потому что у человека есть стремление к общению с живой природой. То есть это ухаживание за цветами, это общение с животными, но не все люди могут себе позволить завести домашнее животное, потому что аллергии, потому что нет времени, потому что негде их содержать, нет денег. Но вот провести неделю, час раз в неделю с животным, это для очень многих живительно, это один из вариантов. Опять же, у детей по средствам дрессировки это какое-то дополнительное занятие, это их многому учит. Отвлекает, развлекает. Да, они учатся ответственности, они учатся сосредотачивать внимание, направленное внимание, да, как есть не направленное, есть направленное. Они могут рассказать животному очень часто то, что не могут рассказать человеку. И люди тоже так же, даже взрослые, то есть, может быть, кому-то я не откроюсь, а собаке или кошке, я доверюсь. Да, это правда. Потому что она тебя не судит, она все равно будет тебя любить. И послушает просто, и все такое, просто послушает. Да, 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 понимаю. Вот этими глазами посмотрят, слушайте, я прям, я вообще... Да тут любовь чистая. Мои отношения с Розой, конечно, прям, ой, тебе нравится, да? Ну вот. Слушай, а собака должна быть как-то специально обучена для этого? Вообще, конечно, должна. Опять же, у нас это направление очень не развито. У нас еще идет с советского времени, считается, что у животных нет души, нет психики. И что это, что-то из раздела... Очень смешно, анимализм, да, как бы, анимизм, анимализм, но... Такой парадоксик. Но души нет. Да, но души как бы нет. Понятное дело, что за рубежом это все уже опровергнуто. Да, и в принципе, любой человек, который общался с собакой или кошкой, прекрасно, да, знает, что каждое животное индивидуальное. Их есть и психика, и психология, и характер, и душа, и все подряд. Но у нас почему-то есть вот такое еще сопротивление к этому. Поэтому приходится быть первопроходцами. Сейчас недавно создали общество анималотерапевтов. Оно ни шатка, ни валка, но пытается что-то делать. Потихоньку идет. Да, в направлении популяризации, скажем так, этого. Но больше специалистов, которые работают именно по наитию сами, частным образом. И, к сожалению, это рождает много шарлатанов, много, непонятно, недобросовестных специалистов. Поэтому приходится апеллировать к западным коллегам все-таки как-то вот так. Уже один раз или парочку Леша пытался мне начать рассказывать. Я говорю, не-не-не, я прямо из первого случая. Из первого случая. Тут на самом деле как бы... Жажду, жажду. Это было сюрреалистично, назовем это так. В общем, я должна была ехать на Близкон. Мы закончили Сильвану, и это было в восемнадцатом году. Соответственно, мне нужна была американская виза. А тогда была какая-то дичь. Помните, закрывались посольства, были огромные очереди. И, соответственно, в ближайшее время очередь Московского посольства было где-то там в декабре. А в начале ноября надо было ехать. Соответственно, можно получить визу за границей. Мы посмотрели, где есть места. Выбор пал на Турцию. Соответственно, приехала я в Турцию. Просто удобно. Английским я владею. Это буквально будут приехать и уехать. Такой визовый туризм. По факту да. Если тебе одобряют визу, ты просто три дня там остаешься, пока тебе ее выписывают. Ну и уезжаешь обратно. Хорошо. Я приезжаю. Прихожу на собеседование. Меня собеседуют. Идет хороший диалог у нас с девушкой. В какой-то момент она замирает. Такая типа, ой, ну подождите секундочку, я сейчас отойду. И вот так, отходит. У тебя пока все спокойно. Я вообще ни о чем не подозреваю. Хорошо, ладно. Но это уже начало такого, знаешь, хорошего шпионского фильма. Включайте. Да. Я была уже практически уверена, что мне сейчас придут и скажут, ваша виза одобрена. То есть все хорошо, идите. Ну мало ли куда она вышла. В туалет захотелось еще. В общем, люди вокруг меня в соседних окошках уже меняются. Она приходит, что-то еще поспрашивала. Говорит, извините, я еще раз отойду. Отходит еще раз. Ее еще какое-то долгое время нету. Долго это времена, там пару часов. Громче становится. Ну не то, чтобы прям пару часов, там сложно отслеживать, но несколько людей вокруг меня сменилось, скажем так, в собеседовании. В конечном итоге она приходит, дает мне бумажку, забирает мой паспорт и говорит, ну типа, можете быть свободны. Я говорю, ну думаю, ну наверное, мне одобрили. Хорошо, беру бумажку, начинаю выходить из посольства, потихоньку начинаю читать. И там написано, что вы выбраны для допосмотра. Ваш паспорт у нас будет от двух недель дольше. В общем, всякое такое. А я такая, это все на пути из посольства. То есть я уже вышла за пределы. Да, да, да. До меня только начинает доходить смысл того, что там написано. Я в панике разворачиваюсь, говорю, я не могу здесь две недели, у меня работа, все такое, а то еще две недели не факт. Там же самолет, то есть она опять же. Да, да. Они такие, ну пару недель потусишь, позагораешь. В общем, я пытаюсь объяснить охране. А у тебя все уже не пустят, там же огромная система, вот чтобы проникнуть в это посольство. Я начинаю объяснять. Охранник куда-то уходит, в общем, что-то там делают. Вот, всеми правдами и неправдами, в общем, я возвращаюсь через пару часов. Мне говорят, у вас, у нас, они еще ходят на перерыв на обед, мне приходится ждать вот этого обеда. В общем, в итоге я туда проникаю, мне отдают мой паспорт, спрашивают, типа, вам надо улетать? Я говорю, ну как бы да, я из другой страны. Он говорит, ну мы с вами свяжемся. Окей, проходит какое-то время. Неделя-две. Неделя-две. Да. И приходит письмо из посольства, от меня запрашивают дополнительные документы. Причем характера, пожалуйста, свидетельство о рождении вашего папы, мамы. А территориум где находишься? Это все тот же день? Нет, это уже две недели проходит, я уже в России. А ты все-таки смогла улететь? Паспорт дали. Паспорт дали. Паспорт, случайно чужой. Черт, чужой. Чувак, сидит она такая. Вот, примерно так. Через забор. Я представляю такое колесо. Это все в Турции, просто представляешь, что там турки еще сидят. Все турки в этой комнате, да, или ментон такой. Кимсман такие, да. У меня долгий пинк, нормально все-таки. Ты же в России, пара недель. Да, в тот же день я получила обратно паспорт и улетела. Соответственно, через две недели мне приходят сообщения с запросом дополнительных документов, типа, пришлите свидетельство о рождении ваших бабушек. Ну и подобное, там большой список этих документов. Дедушек не надо. Нет, и бабушки, и дедушки, папы, мамы, где они работали. Туркам интересует бабушкой. Там прописка, что случилось. В общем, там очень большой список документов и очень странного направления. Я такая, ну ладно, с борем пополам я это собрала и отослала. Он говорит, хорошо, ждите. Размер груди бабушки. Ну типа того. И прошло еще недели три, близко он уже прошел. Я уже никуда не спешу. Естественно. Вот это тебе пригорело, наверное, просто. Я познал Адзе, но я в этой жизни преисполнилась в тот момент. Все было хорошо. И в какой-то момент меня призывают на дополнительное собеседование. Да, то есть мы проверили ваши документы, приезжайте, пожалуйста. Турцию? Да, в Турцию опять. Обратно. Интервьюировать. Я такая, ну ладно. Меня, в принципе, заранее предупреждали, что так и будет. Меня запросят документы и потом второе интервью. А все это за твой счет надо прилетать? Конечно, конечно. Я же сама на это подписалась. Класс. В общем, я приезжаю. Для понимания. Обычно, когда ты получаешь, есть дни, когда в посольстве принимают людей на документы. То есть перед посольством обычно стоит большая очередь, полно людей. То есть все записывают по времени. Тусня. Кальяна. Я приезжаю. Калья Турция же, конечно. Все с кальянами. Я и говорю. Тусня, кальяна. Вы, кстати, будете смеяться. Там примерно так есть. Там улица, посольство, а через дорогу, ну узкую дорогу, там кафешки всякие разные. Но люди ждут. В общем, я приезжаю. Кафешки закрыты. Людей нет. Улица абсолютно пустынно. Никого. А ты с табаками и углями, бля. Мы эвакуировали город. Молева здесь. Да, да, да. Придем. То есть просто стоит. Ну я прихожу в посольство, говорю. Здравствуйте. Вот у меня время, интервью, все дела. Показываю документы. У меня забрали паспорт. Сказали визу мне. Окей. Мы, типа, ну, скорее всего дадим. Ну это не точно. Да. А вы, кстати, за визой же приезжали. Да. Вы же это прям... Тут мы вспомнили, для чего вообще все это случилось. Вот. И говорят, ну вы подождите в Турции, ну вот здесь пока сидите, мы вам выпишем. Ну я такая, ну ладно, раз, типа, буду ждать, буду ждать. Заселилась в отеле. А ты взяла обратный билет в Россию, что ли? У меня был обратный. Ну как бы мне сказали, раз мы вам даем, как бы, ну я отменилась просто. Ну да. Окей. Я думала, что два-три дня мне отдадут мой паспорт, ну и как бы я улечу. Ха! 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 Прошло четыре дня. Звоним в посольство, спрашиваем, а как там паспорт готов, там что? Говорят, завтра позвоните, может быть будет. Проходит, ну завтра день, звоним, спрашиваем, как оно. Говорят, да, да, вот, причем, чтобы забрать паспорт, тебе нельзя возвращаться в посольство, его высылают обязательно на точку какую-то в турецкой почте, то есть ты указываешь, где конкретно. Пятерочку местную. Условно да. Можешь получить паспорт. Проблема Турции в том, что там почти никто не говорит на английском. Ага. И когда, я такая, ну мне прислали паспорт, все, говорит, мы уже все, отправили, он должен уехать, а я уже ну как бы пять дней здесь сижу, мне уже делать нечего, то есть вот и все. Я приезжаю на это место. Вот эти причуды богатых, да, понимаешь? Типа пять дней в Турции, делать нечего. Как бы я уже устала, хочу работать, уже не могу просто работать. Это был ноябрь. Хочу, ужас. Для понимания. Из столицы. Соответственно, я на эту почту примчалась, там эта девушка, которая не знает английского от слова вообще, мы через гугл-переводчик кое-как, я пытаюсь ей объяснить, она что-то смотрит, говорит, нету. Я говорю, посмотрите, пожалуй, должно быть, сказали, что она говорит, нету, я возвращаюсь. Уже поздно, посольство закрыто, на следующий день звоним в посольство. Она говорит, а, нет, паспорт у нас, мы никуда его не отправляли. Мы просто вас решили убать. Типа того, причем это была пятница. Как вам шутка? Вы оценили пранк? Да. Это был пранк. Все это, все это был пранк. Посмотрите в камеру. И такой Николай Соболев выходит. Для понимания, по выходным посольство не работает. Это был социальный эксперимент. Да, они это вот все с отправлением сказали в пятницу, то есть я вас обманула, это было не на следующий день, это было через выходные, то есть я уже семь дней там сижу. Каждый день уже по несколько раз звоню в посольство. Нам отвечают, что нет, еще не готово, нет, еще не вот это вот уже почти, вот уже почти, почти. Проходит уже 14 дней, я уже просто говорю, все, даем отбой, пишите в посольство, что не нужна нам никакая виза, просто отдайте мне мой паспорт, я уже не могу, я уже вот здесь, я схожу с ума. Приходит ответ, ну это все докладывается в посольство, приходит ответ, что завтра приезжайте в 10 утра в посольство и забирайте типа паспорт. Надо было психануть, да? Конечно. Я приезжаю за посольством, искренне думая, что мне ничего, ну как бы визу не дадут. Просто приезжаю за своим паспортом, мне, ну меня встречает консул, ну я подхожу опять к этим окошкам и говорит, а что, а вы спешите, да? Я говорю, да, у вас самолет? Как вы догадались? Да. Я говорю, да, у меня самолет, буквально за 40 часов. Эта говорит, а, ну ладно, окей, там чего-то делает, достает, ну паспорт мне выдает, я его забираю, выхожу уже из посольства, открываю, там стоит виза, которая поставлена сегодняшним днем, то есть он отходил и поставил мне визу буквально вот тут. А, кстати, да. Да. То есть, мой паспорт тупо у них лежал всеми забытый. И вот все наши теребоньканье и требования и звонки вообще такие, а, да, 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 то есть это просто отфутболивание, просто ради ничего. Великолепно. У меня так горело от этого всего. Отличный план, Уолтер. Надежный, как швейцарские часы. Швейцарские часы. Да, да. Я отдала клиническую визу на три года без вот всяких на заработки сейчас вам тут обратиться к компании помочь это не помогло но они просто не смотрели им все равно куда ты едешь может быть ты там замуж выскочишь еще чего-то сейчас еще не дай боже вообще останешься в нашей америка приглашение было все не было нет ну может быть консул был в каком-то настроении знаете таком потому что в тот момент когда я получала тот консул которому я попала он никому не давал визы если честно потому там у них своя атмосфера так что может быть я просто не повезло неприступный но это все хихоньки-хаконьки забавно об этом вспоминать и рассказывать как классной колл-стори когда ты все это проходишь это люто бешеный трэш это вот как с приключениями то есть когда ты смотришь это на киноэкране тебе кажется ох какие герои так все забавно задорно как у них жизнь полна всякого а когда ты в этом внутри тебе вообще не весело вообще не интересно огненная история абсолютно вот такая вот история получилась веселая хэхэй в тот момент я никогда не могла представить что косплей мой мое увлечение которыми занимаюсь только ради хобби приведет вот к этому это вообще по поводу таможни еще же было акул-стори с доспехом сильваны потому что уехать на близко он это одно дело а вот вернуться с близко доставить весь этот доспех просто чтобы вы понимали я сейчас чтобы это не растекаться как бы по древу анушка делает свои косплеи максимально аутентичные если у сильваны есть кольчуга то блин кольчугу мы выкуем и летел я просто я просто застал это своими глазами когда я приезжал в гости к аннушке аннушка сидит и чешуйки собирает от кольчуги я такой ты чё делаешь я собираю весь косплей весел 40 килограмм весь полный костюм еще плюс лук да спасибо лишь что должна быть моя фотография сильваны думаю там даже видео сильвана это реально было очень забавно потому что сначала я даже думала каким-то образом транспортной компании направлять 40 килограмм с собой в огромный чемодан упакован был сам доспех то есть там у меня одежды было шорта до майка все остальное занимала просто такой огромный чемодан как тетрис знаете уложенные между собой детальки и еще огромная лыжная сумка куда я запихнула лук ну разобрала по весу ограничения это не вызывало проблем за доплату все за бабло как заработать на косплее именно чтобы наверняка это все было перемотано скотчем ну понятное дело чтобы это все не не побилось не по как-то не развалилась и я приезжаю в аэропорт шереметьево прохожу через вот эти рамки у меня понятно то вот такими глазами смотрят все досмотрщики типа что у вас там я говорю доспех открывайте показываете вы как все это представляете надевайте и ходить у меня тут все скотчем с беремота я говорю как я это обратно упакую вы чего ну в общем ладно меня пропустили слава богу хорошо туда я улетела туда хорошо я понял за нами вот в общем возвращаемся мы обратно опять же все это упаковали уже не настолько переживали потому что все не должно доехать я уже выступил уже победила какая разница в аэропорту всем все равно что у меня в чемодане абсолютно приняли никто ничего не спрашивает и уехал американская там да приезжаем мы обратно в шереметьево жду выдачи багажа приезжает мне мой чемодан перевязанный скотчем я его уже не просто его закрыла молния по порвана раскрыта чемодан кое-как вот так вот перевязан еле-еле не разваливается сохранить хоть я в шоке думаю может быть кто-то достал прям там его открываю разрезают скотч достаю там они нет я вру я не в аэропорту это сделал я довезла его до дома раскрываю чтобы посмотреть все ли детали на месте может кто-то себе на сувенир забрал и там по центру лежит такая записочка в целях безопасности ваш багаж был досмотрен американской таможне типа не благодарите ваши любимые таможенники и там вот все вот таким вот образом перелопачена понятное дело я то там тетрисом это все запаковывала из америки блин улетаешь они такие они решили что видимо там где-то у себя досматривая что наверно там какая-то фигня лежит надо посмотреть 40 кг железо я боялась что они какую-нибудь часть тебе зажилет на на сувенир слава богу все на месте честное того чтобы как-то подытожить все вышесказанное мы поговорили сегодня очень многом правда очень много важных тем подняли и с точки зрения косплея и с точки зрения около косплея как мы с этим боремся как мы с этим жарим самый главный вопрос во-первых возвращаясь опять же потому с чего мы начали где вообще найти на это все силы и как не перегореть перегорешь все равно это как любое искусство как любой художник или ну творец назовем это так не считаю косплей искусством дабивка будет давай что продолжай продолжай я добью хорошо я считаю косплей тремесло потому что ты ничего не создал ладно мне добью ты сказала сама да давай еще раз тогда хорошо я не считаю косплей искусством косплей это ремесло, потому что ты ничего не создаешь нового. Ты берешь готовое и доводишь его до какого-то финала, до абсолютно, до костюма по факту. То есть ты возводишь его цель. Ты говоришь только о костюме, а ты еще и воспроизводишь персонажа. Конечно, но это не твой персонаж, не ты его придумал. То есть искусство это то, что ты с нуля создаешь что-то новое, а тут ты просто допиливаешь то, что уже создано. Поэтому косплей я к искусству лично не отношу, но это ремесло. То есть это возможно сам процесс... Джека Воробья, который у нас, допустим, я не без имен, типа, это что, не искусство? Они прям настолько воплощаются, что даже копии, видишь, ты тоже говоришь. Дело в том, что да, ты же копируешь. Изначально Джек Воробей. Настолько похожи, один на один. Ты не создал образ, ты его скопировал. Но когда создаешь что-то свое, это уже не косплей. Именно! В этом и суть! Репродукция картины — это искусство или ремесло? Кто-то там говорил, что если это очень хорошо сделанная копия, то это тоже искусство. Фрукт? Фрукт. Сиська, сиська. Цветок, цветок. То же самое, мать твою. Да, капитан, они довольно похожи. Я сейчас не вспомню автора. А как считаете вы? Пишите в комментариях к этому нашему выпуску. Блин, а я считаю, что косплей — это, в принципе, искусство, потому что это большой вклад. Вот, друзья, это очень классный вопрос для обсуждения в комментариях. Не просто копия, а эмоции вызывает с двух сторон у людей. Блин, еще когда ты отыгрываешь персонажа полностью, как актер, внедряешься в него, чувствуешь его, это уже искусство, это отыгрыш, типа. Не только костюм. Знаешь, я для себя, искусство для меня, по крайней мере, оно всегда несет в себе идею и посыл, который автор в него закладывал. Но если, смотри, я тебя перевью, если я не просто воспоражу сцену из персонажа, а сама придумала, типа, идею, и сценку свою делаю с этим персонажем, раскрываю еще его дополнительно, находясь в костюме. Ну, в рамках уже созданного, в этом-то и суть. То есть, чем косплей отличается от актерства? То есть, актер всегда от себя что-то добавляет. То есть, мы видим бесконечный вариант одних и тех же персонажей. То есть, фильмы переснимают, театры ставятся, и всегда это что-то по-новому, всегда какое-то видение режиссера, актера. В косплее это недопустимо. Хорошо, а ревут Человек-паука раз за разом, это искусство или все-таки тоже ремесло? Каждая новая часть, да, то есть, потому что это уже новый, ты несешь новую идею, но косплей не предполагает заложение идеи тобой. Нет, я сейчас не согласен. Блин, у нас мало времени. Это дискуссионная тема, на самом деле, действительно, каждый считает по-разному. Есть тема, с которой, в принципе, я плюс-минус согласна, что само создание косплея, как ты придумываешь вот эти новые вещи. Ну да, подход к изготовлению костюма. Ну вот сам факт изготовления, то есть, может в какой-то мере считаться чем-то таким. Но косплей как конечный продукт. Изготовление. Если ты придумал что-то новое, именно какую-то новую. Ты можешь придумать инновационный процесс изготовления. Подожди, а это изобретение уже. Ну да, по факту да. По факту это скорее уже больше про технику. Это уже скорее про технику, а не про искусство, опять-таки, представляешь? Ну да. Твоя цитата, которая меня как-то вот зацепила, я очень хотел тоже, наверное, ей закончить. Ты сказала в свое время, лет 6 назад, что за по-настоящему крутым косплеем не должно быть видно человека. Да, я так считаю. Разверни немножечко. Ну, это, собственно, то как раз, что мы обсуждали о том, что косплей не предполагает никакой отсебятины. То есть, самый высший пилотаж, когда ты воспроизводишь идею автора точно так, как он хотел. Да, и тебя никто не узнает, и это другая беда, да, когда смотрят на твой косплей. Вот я именно поэтому за эту цитату и зацепился. И вот этот твой подход, мне кажется, очень интересен, потому что он отличается от большинства. И вот этим, мне кажется, что в этом какая-то есть твоя особенность. Ну, меня лет 10 обижало занятие косплеем, потому что меня никто никогда не узнавал в новом персонаже. Так это же хорошо. Нет, это плохо. Меня никто не знает, что, типа, там, Куско это один человек, там, это один и тот же человек, типа. Все думают, что это разные люди. У меня постоянно вот это, так это тоже ты, и это тоже ты. Ну, это то, так... Вот по мнению Анны Моллива, вот это и есть истинный косплей. Это та цена, которую мы платим за образ, потому что конечный твой результат, да, то, что ты хочешь сделать, это привести в реальность персонажа. То есть ты хочешь, чтобы на твои фотографии смотрели и не видели тебя, не видели тебя в костюме, а увидели, что это персонаж, которого я люблю. Живой, настоящий. Да, вот он, вот это самое ценное косплей. Что там не Тиныч, не Тануки, не Анна Моллива, не Джессика Нигри. Да, просто в костюме очередном парике. В костюме кого-то, а это, блин, живой персонаж. Да, но мне кажется, хотя, да, наверное, она тонкого, но мне кажется, что твой персонаж, как ее, господи, зовут, это Элизабет, да, это все равно твой, как бы, персонаж со своими характерными чертами все равно, даже если ты один в один сделаешь, а другая девочка со своей подачей подаст. Нет, конечно, мы не можем себя клонировать или переделать, но тут именно дело в посыле, в том, насколько ты, внимание к деталям, насколько ты произведешь фотосессию. Ведь не одним костюмом косплей. Косплей это отыгрыш, косплей это фотосессия. Я про это говорю, что это оба целиком. Конечно, возможно, даже у тебя будет одна фотография с одного ракурса, но которая точно, да, воспроизведет персонаж. И мы сразу вспоминаем, мы тут ее поместим обязательно. Да. Давай какой-нибудь, не знаю, нашим завителям, нашим косплеерам напоследок какое-то напутствие. Ты сказала о том, что не перегореть невозможно, и в любом случае вы перегорите, и в любом случае это будет. Как с этим справиться, и вот с твоего личного опыта, очень серьезного и продолжительного, 15 лет, это все-таки ничего себе. Как через все эти перегорания, через эти выгорания оставаться, заниматься своим любимым делом, и что для этого нужно? Ты в косплее даже старше меня, да? Я такая. 15 лет. 12 лет коллега. Коллега. Я такой, типа, 10. Юнец. Мальчишка. Ну, во-первых, принять для себя факт, что перегорать это нормально. Дайте себе время, дайте себе отдохнуть, займитесь чем-то другим, то есть это может быть год, это может быть два. Дайте себе время восстановить силы, и вдохновение придет, придет новый персонаж тот самый, который ты захочешь, придут силы. То есть ты думаешь, возгореть как Феникс возможно? Конечно, если, опять же, мы смотрим к любому, апеллируем к любому писателю, к любому живописцу, у всех творцов есть такие периоды. Ты не можешь выдавать обалденный продукт раз за разом каждый месяц по три раза. Это невозможно, творчество так не работает. Поэтому, если ты действительно качественно хочешь что-то делать, просто давай, если тебе надо три года, пять лет отдыхать, ради бога, через пять лет ты все равно накопишь в себе силы, накопишь в себе желание и создашь этот шедевр. Звучит воодушевляюще, а то я уже хотела расстраиваться, да. Просто, я говорю, первое, что нужно принять, что это нормально. То есть дайте себе время, не хотите этим заниматься, не страшно, оно от вас никуда не уйдет. Когда вы свободны психологу записаться на сеанс? О, записывайтесь, как это, телеграм-канал Армелизм, да. Как раз вот еще с собачкой, с Розой поделимся всеми переживаниями. Найс. Ну и как-то так. Все равно, я считаю, что любой отдых это смена рода деятельности. Поэтому ищите себя в художестве, ищите себя в писательстве, пробуйте новые, смотрите, что вас вдохновляет, ищите какие-то дополнительные пути воодушевления. И, ну, в любом случае, то, что оно в вас останется с вами. Класс. Спасибо большое, Аннушка, было очень круто, радует тебе. Самохлоп. 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 В конце, конечно, нашего выпуска, ребятки, вы все знаете, что нужно делать. Лайки большие вон туда вниз. Подписываться. Подписки, комментарии. И все еще наша животрепещущая тема по поводу искусства или не искусства. Мы собираемся продолжать. Я надеюсь, что вам было интересно, и будет, и продолжаться будет дальше. Да, ваш пидбэк нам тоже очень будет полезен, так что пишите, что вам понравилось, что нет. Оставляйте комментарии, что нужно, что бы вы хотели, что услышать, что добавить, что отбавить. Кого бы вы хотели увидеть, например. Да-да-да. Аннушке огромное спасибо за то, что она у нас сегодня открыла. Первая. О, первая, наша первая. Я надеюсь, я была нежной. Смелейший человек, смелейший. Смелейший, прекраснейший. Телеграм-канал Арбелизм, подпишись. Да-да-да, обязательно сейчас накидаем. Вот тут ссылок. Всех ссылок, все ссылочки на арбелизм будут у нас в описании. До новых встреч, друзья. Чё по коспле. Чё по коспле. Пока. Да, в следующем выпуске. В общем, с наступившим уже 2024 годом. И я от всей души надеюсь, что всякая говнишка осталась во всех прошлых годах. И этот год будет у всех гораздо круче, лучше, легче. И вообще в перде. Всё. Субтитры сделал DimaTorzok